Уважаемые гости, компания Когерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена ERP управления холтингом и мы поговорим про такой замечательный инструмент как платежный календарь. Наши контактные данные вы видите на экране, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева-Галина. И если вам по каким-то причинам оказалось неудобно время проведения или вы не смогли досмотреть до конца нашу встречу, то в этом случае вы можете немножко позже вернуться на сайт. Мы выкладываем запись вебинаров и вы можете посмотреть в удобном для вас формате, надеваясь в тапочках и естественно может быть еще какие-то материалы вас заинтересуют. Мы будем очень рады оказаться вам полезными, потому что мы давно работаем с конфигурациями 1С и в общем-то занимаемся и настройками и доработками и сопровождением. Ну то есть выполняем весь спектр услуг и будем очень благодарны за обратную связь, то есть если у вас возникнут какие-то вопросы или вы захотите более подробно, чтобы мы осветили какие-то темы. Пишите любым удобным для вас способом по электронной почте, по телеграмму, по телефону. Мы в этом случае постараемся рассмотреть ваши вопросы и максимально подробно, применительно к вашей ситуации на них ответить. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара будет выглядеть вот так. Вы ее видите сейчас на экране и работать мы будем с вами таким образом. То есть мы будем смотреть какие-то нормативные материалы или слайды наиболее значимых моментов на слайдиках и будем переключаться вот таким вот образом на демо базу и, соответственно, на демо базе смотреть то, о чем говорим теоретически, ну то есть в таком интерактивном формате. Значит, сейчас я снова переключусь на слайдики. Вот таким образом. Итак, то есть мы проговорим про настройки платежного календаря. Обратите внимание, у меня здесь два пункта меню настройки платежного календаря и настройки платежного календаря. Это не из-за невнимательности, то есть мы поговорим про два разных формата настроек. Собственно, то, зачем придуман платежный календарь, то есть про планирование, то, что позволяет он делать, его возможности. Как работаем мы с валютой в платежном календаре. Ну и, собственно говоря, формирование отчетных уже данных, платежных реестров, которые требуют согласования и так далее. На самом деле тема очень большая. Настройки платежного календаря можно только на эту тему говорить несколько часов, но мы постараемся как-нибудь уложиться. Итак, переходим с вами на теоретическую, так сказать, часть. Немножечко общей теории восстановим в памяти и поговорим для чего-то, что самый платежный календарь предназначен. На самом деле платежный календарь это отчет, который совмещает в себе и функции отчета и функции планирования, поскольку любому предприятию необходимо иметь сведения, какими финансами он располагает, какие поступления запланированы, какие растраты запланированы, ну то есть, соответственно, какие оплаты мы планируем произвести и так далее. Хочу сразу оговориться в конфигурации ERP управления холдингом, блок казначейства, где у нас располагается платежный календарь, гораздо более расширен функционал и, естественно, к сожалению, более сложный настройках. Если мы с вами возьмем для сравнения ERP просто управление предприятием, то там платежный календарь больше как бы имеет направленность на бухгалтеров, больше позволяет планировать текущие платежи, но не имеет вот таких функций, которые у нас с вами есть в ERP управления холдингом. То есть, в нашем случае платежный календарь это два в одном, так сказать, и обработка, и отчет. Вот. Можно представить себе вот такую схему для более точного представления возможностей. То есть, у нас два блока. Это планирование платежей. То есть, мы с вами, когда говорим при планировании платежей, то мы можем рассматривать бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов. Ну, то есть, оперировать договорами, заказами, претензиями. И целый блок у нас есть работы с ценными бумагами. И, соответственно, это у нас с вами выливается возможность построения графиков расчетов. И так называемая фабрика платежей, которая имеет вот функции, которые вы видите на экране. То есть, работа с заявками на операцию, с реестрами платежей, непосредственно с платежными поручениями. Дает возможность работать с директ-банком. То есть, не только клиент-банком, который у нас обмен построен на клиент-банках между 1С и банком, которым вы работаете. Но использование сервиса директ-банк. Ну, и, естественно, разнесение выписок. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу. И посмотрим, где у нас активируется возможность работы с платежным календарем. То есть, это у нас с вами блок казначейства. И, соответственно, казначейство у нас с вами разделено на централизованное казначейство, где находится конкретно платежный календарь. И сейчас еще подвигаемся вот так вот немножко, чтобы следующий слайд попал. То есть, у нас с вами вот такой интерфейс нам будет доступен. И сейчас мы более подробно поговорим уже, так сказать, на местности. Переключаемся на демо-базу. Вот он наш платежный календарь, как я уже говорила. Располагается он в блоке казначейства. И под разделе централизованное казначейство. Обратите внимание, блок, который у нас присутствует только в управлении холдингом. Его нету в 1СЕРП. Это договоры ценной бумаги. Но, к сожалению, мы не можем на них сегодня подробно останавливаться. Блок валютный контроль у нас здесь есть. И, соответственно, у нас есть справочники и настройки, которые необходимо выполнить для работы с подразделом казначейства. Как вы видите, здесь у нас есть рабочее место для таких настроек. И, соответственно, мы можем сюда заходить, переходить по гиперссылкам. Но мы к этому вернемся немножко позже. И, значит, этот блок мы с вами смотрели, находится в блоке казначейства. И здесь мы можем делать настройки. Но у нас есть еще один блок, который у нас называется «Общие справочники и настройки». И вот здесь у нас тоже с вами есть блок казначейства. И обратите внимание, что я сейчас переключусь. Мы с вами увидим тот же самый интерфейс, в общем-то, платежный календарь. Вот он у нас. И те же самые настройки, которые я только что открывала в блоке казначейства. То есть вот это у нас рабочее место по настройкам. Снова возвращаемся к нашему платежному календарю. Собственно говоря, я открыла вот этот вот раздел для того, чтобы была возможность показать и сравнить с настройками, которые у нас доступны вот по этому пункту. Значит, сейчас мы с вами еще раз обратимся к нашим слайдикам. И вот о чем поговорим. То есть это у нас интерфейс, который открывается в самом рабочем месте платежный календарь. И что такое из себя представляет платежный календарь в нашем случае. То есть платежный календарь позволяет иерархически выводить информацию в разрезе счетов, в разрезе валют, организации. То есть по каждой группировке у нас могут выводиться начальные остатки, остатки на текущую дату, планы приходов и расходов, долгосрочное или краткосрочное планирование и, соответственно, свернутые данные. Мы можем это все видеть. Сейчас переключимся с вами на демоверсию, на основании программы. И кроме того, что мы можем видеть отчетные данные, мы можем создавать дополнительные действия. Мы сейчас тоже посмотрим вот таким образом. Позначейство, платежный календарь. Вот у нас с вами вот такой интерфейс. То есть у нас есть верхняя линейка, где есть действия, которые мы можем выполнять. И есть два окошечка. Здесь мы видим информацию, которая отражается. Вот иерархический справочник, иерархическая структура, про которую мы с вами поговорили. Как вы видите, у нас здесь идет разбивка по денежным средствам, по нашим компаниям. И валюты, которые мы используем. То есть и евро, и доллары, и наличные, и безналичные средства. И есть вот такое окно. То есть у нас здесь детализация доступна. Доступны операции, которые мы можем выполнить. И опять же настройки. То есть как вы видите, настройок у нас достаточно много. И начинать работу мы должны с настроек. Потому что от этого зависит функциональность. То есть что мы выберем. Если мы переходим с вами на закладочку настройки, то как вы видите, здесь у нас сейчас выбрано по умолчанию перспективное планирование. В этом случае у нас доступны одни данные. Если я выбираю планирование по дням, то интерфейс немножко меняется. И как вы видите, соответственно, меняются поля для ввода. Мы оставим перспективное планирование. То есть, соответственно, мы можем задавать периодические параметры, что сколько дней для того или иного горизонта нам доступны для отборов. И если мы спустимся немножко ниже, у нас здесь много настроек. То есть мы можем и в графическом выражении выводить отчет. И выбрать валюту для того, чтобы отображать. Валюту, естественно, можно в УЕ, можно в конкретной валюте, рубли, доллары. То есть это справочник валют и остатки с учетом овердрафтов и других кредитных продуктов. И, соответственно, если мы все вот эти вот отключим, я могу, например, задать отражение только кассовых разрывов или только какие-то дополнительные сведения. Здесь же у нас с вами доступна загружение, загрузка плановых курсов валют. То есть я могу планировать такой-то курс. Ну, естественно, он либо совпадет, либо нет. Но для плановых показателей я могу это использовать. И у меня будет доступна точность прогнозируемых прогнозных значений. Это если мы с вами используем, допустим, разные виды настроек. Сейчас вот так вот сделаем. Вот здесь я могу задать сценарий. Ну, ручная настройка, какие-то готовые разработки, возможно, у вас есть. И, соответственно, в настройках указать. Вот так вот делаем. Вот видите, у меня такая информация будет недоступна. И оптимизация платежного календаря. Я могу отмечать, какой вариант мне доступен. Вот. Ну, сейчас у меня по умолчанию все доступны. И, соответственно, задавать банковская комиссия. То есть если у меня присутствует банковская комиссия, да, переводы между своими счетами. Ну, например, при конвертации, при конверсии. Ну, то есть настроек у нас здесь достаточно много. Мы немножко позже вернемся вот к именно этой части экрана. И от настроек перейдем уже к детализации и копиратся. А сейчас мне хочется немножко сказать еще про верхнюю линейку меню. То есть про доступные нам действия. Обратите внимание, то есть у меня здесь есть возможность обновления данных с сохранением каких-то операций. Или полностью отчетка данных с тем, чтобы ввести новые. Можно проводить моделирование. В этом случае, соответственно, вы видите пиктограммки действий, которые нам доступны. Ну, создавать реестры платежей. Это тоже, например, некоторые предприятия используют такую систему, что согласование платежей, если это централизованное казначейство, то, например, утверждает реестры платежей ответственный сотрудник, который имеет на это права. Ну, например, финансовый директор или главный бухгалтер с правами финансового директора. Ну, то есть он утверждает не по отдельности конкретные платежные поручения, а уже по реестру платежей, готовый реестр платежей. Можно использовать разные группы, то есть свернуть и развернуть иерархические группы, которые мы с вами здесь видим. Можно вот такими, используя такие пиктограммки для бустрации, но, соответственно, как вы видите, свернуть до видимости группировок по папкам, например, по организациям, по банкам. И еще вот такая кнопочка здесь имеется, это включить компактный режим просмотра. На самом деле, поскольку отчет достаточно большой, обычно чаще всего используют компактный режим вот таким образом. и вот эта кнопочка нам позволяет экономить немножко места и не отражать заголовки. В этом случае у нас будет более компактное изображение. Снова сейчас вернемся к нашим слайдикам. Вот на этом слайдике мы с вами только что оттуда вышли. То есть отражается возможность выполнения настроек через меню настройки, через закладочку настройки. Мы с вами уже посмотрели, какие настройки нам доступны. И через меню общие справочники и настройки. Это тоже мы с вами смотрели, доступны настройки, которые в этом режиме находятся. Ну, соответственно, краткосрочное или долгосрочное планирование, которое нам доступно в платежном календаре. Мы с вами уже одним глазком глянули. Это у нас общие справочники настройки, настройки параметров и оперативное планирование и, соответственно, ограничения. Мы не будем сегодня останавливаться подробно на планировании, потому что это очень большая тема, и про нее можно тоже долго говорить. Но краткосрочная настройка горизонтов планирования краткосрочных или долгосрочных, соответственно, мы только глянем, где у нас они находятся. И вот здесь есть один интересный момент. При настройке параметров мы можем задавать цветовое выделение. То есть вот вы видите на экране перечисление цветов, которые нам доступны. И если мы используем цветовое выделение, то у нас будет выглядеть вот таким образом интерфейс. То есть платежный календарь у нас будет. Вот такие бирюзовые оттенки, ярко-бирюзовый, более бледный бирюзовый и розовый. Ярко-розовый и темно-розовый будут применяться. И, как я говорила уже, через меню общие справочники и настройки, настройки казначейства нам доступны вот такие же настройки, как и в меню казначейства. Но здесь более подробно. То есть кроме того, что мы задаем горизонты планирования, мы можем переходить по гиперссылкам. Сейчас мы туда вернемся. Так, общие справочники и настройки. Казначейства. И сейчас я вот так вот сверну. То есть у нас здесь достаточно много разделов для настроек. Нас с вами интересует на данный момент платежный календарь конкретно. И, значит, если мы с вами переходим в платежный календарь, то у нас с вами есть базовые настройки, есть расширенные. И, соответственно, мы задаем так же, как и тем настройкам, которые мы с вами видим. Здесь видели раньше через закладочку настройки. Здесь нам доступен еще переход по гиперссылкам. И дополнительно настройки, которые мы можем создать по другим разделам казначейства, кроме платежного календаря. Если мы переходим по этой, допустим, гиперссылке, то у нас мы имеем возможность выбора из конкретных значений. И если по второй ссылке мы переходим, настраиваем соответствие бюджетных показателей платежному календарю, то в этом случае мы, допустим, выбираем вид отчетов. Я возьму бюджетирование. Ну, то есть какой-то конкретный вид выбираем. Это у нас тоже справочники, которые заполняются в других разделах. Ну, соответственно, в этом случае эти справочники уже настроены. И к моменту, как мы перешли работать с платежным календарем, мы уже имеем возможность выбирать из настроенных конкретных справочников. То есть группировка, которая здесь задается, у вас, естественно, может быть другая в соответствии с вашими бизнес-процессами. И такая же картинка со сценариями. То есть, как вы видите, вот такие пиктограммы, когда у нас черточка с точкой, это сценарии, которые заполнены централизованно при установке программы через конфигуратор. А вот эти уже созданы сценарии, созданы конкретно при работе пользователя. Ну, то есть это уже ваши индивидуальные настройки. Так. Значит, мы отсюда пока уходим. Нет, еще два слова хочу сказать вот про какой момент. То есть у нас с вами чаще всего в крупных холдингах могут быть установлены какие-то конкретные платежные дни. То есть мы настраиваем платежные дни в этом блоке. Соответственно, ставим чекбокс, такую силенную галочку, по тем дням, когда у вас запланированы физические перечисления денежных средств. И, собственно говоря, вот эти две настройки позволяют нам использовать для анализа. Мы можем задавать, на какой период нам доступен анализ, например, за месяц, за год, за два года. Ну, естественно, если у вас используется платежный календарь управления холдингом, то это значит, что банковских операций достаточно много. И, например, за три года это уже нереально такой объем информации просто хотя бы просмотреть. Так. Мы уходим с вами из этого режима. И снова возвращаемся к слайдикам. Значит, и теперь посмотрим с вами вот такую картинку. То есть мы имеем возможность настраивать варианты операционного плана. Сейчас мы перейдем в демо-базу. Просто я хотела бы сакцентировать ваше внимание, что операционный план мы, когда настраиваем, у нас тоже доступен для настройки закладки. Основное – данные планирования и контроль документов. И когда мы настраиваем закладочку «Основное», мы задаем варианты настроек. И вот мы с вами уже смотрели. У меня бюджет движения денежных средств по ЦФО и бюджет вот такой, который создан централизованно. И здесь у нас еще есть вот такая картиночка. Тоже иллюстрирует возможности, которые у нас открываются для работы с конкретными показателями. То есть если я останавливаю курсор на каком-то конкретном банке или расчетном счете, то в этом случае я могу выбирать действия, которые мне доступны. Например, пополнить счет или списать, то есть создать, соответственно, расходный документ. И каким образом? То есть пополнить, что у меня будет возможен перевод собственных средств, перевод, допустим, если я приобретаю валюту, если я делаю перекидку между своими же компаниями или привлечения кредита. То есть я могу сразу из конкретно платежного документа составить заявку на привлечение кредитных средств. Сейчас мы с вами снова переключимся на демо-базу и посмотрим, что интересного у нас с вами есть в закладочках детализация и в меню операции. То есть если у нас с вами идет детализация, то кроме кнопочки создать реестр платежей, мы можем вот таким образом, если у нас выбирается какой-то документ, мы можем с помощью левой кнопки мышки вызвать вот такое меню. То есть перенести какие-то платежи, например, на предыдущую дату, на последующую дату, на конец месяца. Ну, то есть выполнить вот такие операции, разделить платежи, что бывает важно, если, например, у нас не хватает денежных средств, то я могу разделить этот платеж либо для оплаты с разных банков, либо для оплаты на следующий, например, день. И, соответственно, задать вот те операции, которые меня интересуют в данный момент. То есть если я просто создать реестр платежей, то у меня будет создаваться документ, реестр платежей по вот этим конкретным данным, которые у меня есть. Значит, а вот закладочка операции у нас с вами очень интересная. То есть здесь у нас виды операции доступны к выбору. И вот виды операции, обратите внимание, у нас доступно вот такой достаточно большой ассортимент, достаточно большой выбор. То есть пиктограммка разделения операции, это мы с вами уже видели. То есть вместо, например, большой суммы платежа мы можем ее разбить. Соответственно, конвертация валюты может производиться, привлечение финансирования, как я уже говорила. Ну, соответственно, вот достаточно большой. И погашение кредита, то есть мы с вами работаем, допустим, с кредитным документом, договор или кредитной линии, какой-либо другой кредитный продукт. И если принято решение руководством о том, что мы не соблюдаем графика, производим погашение полностью суммы, то мы можем использовать вот такой вариант. Обратите внимание, допустим, мы можем выбирать, естественно, мы выбираем нужное юрлицо, не обязательно по всем юрлицам. и... хотелось все сразу показать. Значит, естественно, мы можем по операциям конкретного списка или можем использовать конкретную какую-то ячейку для точечной операции, то есть не всем списком, не всем списком использовать. Ну, естественно, может быть у нас загрузка из любых внешних файлов, чаще всего экселевские файлы. Значит, если мы в этом случае так вот делаем, можем загрузить какой-то экселевский файл и задать, естественно, период, который нас интересует, на текущую дату, например, и сохранить это в нужном формате. Так, сейчас мы отсюда уйдем и вернемся так сформировать, чтобы у нас стали активными какие-то позиции. И вот то, что я еще говорила, показывала вам на слайдике, в натуральном выражении выглядит вот таким образом. То есть мы, опять же, правой клавишей мышки ставим на какой-то конкретный, на конкретный выбранный документ или остаток денежных средств. Ну, соответственно, выбираем валюту, выбираем конкретный остаток, например, наличных средств или расчетный счет, на данном случае вот комплексный торговый дом, выбираю, правой клавишей мышки вызываю доступное мне меню и пополнить или списать, это я выбираю доступное мне средство. То есть, если списать, например, то это может быть перевод собственных средств, внутрикруповое финансирование, ну, то есть, как вы видите, по пиктограммкам достаточно быстро ориентироваться. И, соответственно, то же самое с пополнением собственных средств. Это либо перечисление собственных денежных средств, либо перекидка между группами, либо вот привлечение кредита, как я уже сказала. Закладочка «Еще». Обратите на нее тоже внимание. По этой закладке нам доступен переход в верхнюю линеечку. Пиктограмм у нас, допустим, вот содержит моделирование, и также я могу перейти через кнопку «Еще». И сохранить или выбрать настройки, которые касаются работы со списком. То есть, вот выбрать настройки, я могу, какие конкретно у меня касаются данного действия. И, в общем-то, еще один важный момент. То есть, у нас можно вывести все заявки, то есть списком. Я могу посмотреть список и настроить список в соответствии со статусом. То есть, у меня, может быть, статус «Ожидает исполнение». Сейчас мы вот так вот сделаем. Ну, то есть, статус данного платежа. Можем перенести какие-то заявки, например, на более раннее, более позднее время. И приоритет. Если я могу выбирать, то у меня можно выбирать равные или неравные в соответствии с фильтрами. И, собственно, суммы, если мы проставляем, то тоже можно искать фильтр по конкретной сумме и либо по условиям. Так, выбрали. Поработали с заявками. Вообще, кнопка «Еще» в нашем случае дает возможность работать со списками и, соответственно, сохранять настройки, которые мы с вами задали для данной, для конкретного случая работы со списком. и так, выйдем отсюда. В общем-то, здесь очень важная функция, которая доступна в платежном календаре, это, естественно, работа с настройками с планированием. К сожалению, у нас не будет возможности подробно на ней остановиться. мы смотрели с вами вот здесь планирование, то есть точность прогнозных значений, оптимизация платежного календаря, экстраполяция денежных потоков, ну, то есть очень большой блок посвящен работе с планированием денежных средств. и с разными источниками данных. То есть у нас могут быть не только в планах участвовать не только созданные заявки согласованные, но могут быть еще не утвержденные заявки, не согласованные, которые у нас находятся в состоянии операционных планов. То есть вот я перехожу по гиперссылке и могу себе отмечать какие у меня источники данных для планирования и соответственно на что я буду опираться. И вторая интересная очень функция, что у меня является основой для формирования остатков, то есть по учетным данным или по оперативным данным, то есть у меня могут быть какие-то непроведенные остатки, то есть в этом случае я использую данные оперативного учета. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам. Так, сейчас к нашим слайдикам. И вернемся к меню закладочка операции. Значит, вот мы видим на слайде мы уже здесь побывали, то есть мы видим вид операции и варианты, которые нам доступны для выбора вида операции. Здесь я хотела бы сказать вот о чем. то есть кроме того, что мы с вами работаем с платежными поручениями и с планами, у нас есть возможность, например, какие-то заявки перемещать в стоп-лист и возвращать из стоп-листа. Например, если предприятие перебрало какие-то показатели, например, по отгрузкам, по объему, по своевременности оплаты, то мы можем при выборе вида операции выбираем перемещение в стоп-листы и платежные поручения с заявками, то есть, соответственно, еще не платежные поручения, а заявки, выбираем, которые нужно поместить в стоп-лист или вернуть из стоп-листа. То есть, как вы видите, у нас доступны перемещения стоп-лист, возвраты стоп-листа и просто перемещения заявки, например, на более позднее время. И нам доступны работы с договорами, то есть, мы можем задать новый договор кредита и, что очень удобно, новый договор депозита, потому что, например, овернайты кредита выходного дня, то есть, когда создается депозит на короткий промежуток, размещение, например, на выходные, то есть, в этом случае мы создаем сразу новый договор прямо из платежного календаря и, соответственно, задаем условия процентную ставку, ну, то есть, то, на каких условиях нам банк дал размещение на денежные средства. Как мы с вами говорили, этот у нас платежный календарь является и отчетом, и одновременно является и отчетом, и, соответственно, возможностью прогнозирования. Значит, кроме работы с платежным календарем, нам доступны еще другие операции, то есть, в меню казначейства у нас с вами есть целый блок отчетов по казначейству, и здесь у нас с вами доступен, сейчас запустится, блок, к сожалению, не очень быстро срабатывает, достаточно большой перечень отчетов, то есть, централизованное казначейство нам позволяет очень много отчетов ввести операционных, управленческих, и, как вы видите, мы выбираем, соответственно, тот отчет, который нам нужен, и, неважно, по ценным бумагам или по централизованному казначейству, отчетов у нас много, и есть возможность так же, как и при работе с другими отчетностями, если мы переходим по вот этой ссылке, все отчеты, то в этом случае у нас открывается вот в таком формате интерфейс, и мы можем конкретно выбирать отчет, который нас заинтересовал, ну, например, вот по валютному, по банкам, вот, я выбираю вот этот конкретный отчет, и не перехожу в этот отчет, а могу через кнопочку изменить, в этом случае добавить, например, пользователей, которые имеют возможность работать с этим отчетом, то есть, я могу настраивать видимость отчетов и возможность работать в соответствии с правами доступа, если я выберу, например, вот кнопочка подобрать, вот такой интерфейс, у меня сейчас выбраны все пользователи, если я, например, изменю эту отчетность, я уберу отсюда всех пользователей, вот такой кнопочкой, вот, мы их убрали, и хочу, чтобы мне этот отчет был виден только для бухгалтеров, то есть, в моем случае, это бухгалтер Белкина, я переносу ее в выбранные пользователи, подобрать и закрыть, и она у меня появляется вместо всех пользователей, как было, только она одна, соответственно, данный отчет будет доступен только для нее, а не для всех пользователей, и, собственно говоря, я могу отметить, где этот отчет применяется, ну, в нашем-то случае, это, понятно, казначейство, но казначейство, допустим, не все, если я проставлю вот здесь флажок, то у меня будет доступно все казначейство, а если какие-то конкретные флажки, то у меня будут доступны только эти разделы для анализа, и только для вот этого назначенного пользователя. Так, это мы с вами посмотрели отчеты, которые, ну, естественно, которые в штатном формате предусмотрены, но если у вас есть какие-то отчеты, которые настраивались или писались для вас индивидуально, то они тоже будут отражаться при работе вот с этого интерфейса. Так, мы отсюда с вами уходим. И обратите внимание, здесь есть очень интересный отчет, кроме того, что все отчеты в общем-то очень показательные и очень информативные. И здесь есть отчет, который используется, ну, пожалуй, наиболее часто. Контроль операции с денежными средствами. то есть это позволяет показать отчет сводный. Допустим, у меня здесь нету операции в этом периоде, ну, допустим, вот я его хочу сформировать. мы с вами получаем вот такой возможность анализировать по незавершенным операциям на начало периода, смотреть, что у нас происходило, то есть эквариинг, если у нас платежными картами работа, возможность поступления от подотчетных лиц, то есть вот такой информативный очень отчет. Если я, конечно, хочу свернуть его, я могу дополнительно свернуть. вот таким образом, ну, то есть обычный порядок работы с таблицами, сворачиваем или разворачиваем иерархию и используя вот эти кнопочки, я могу свернуть все таблички или использовать эти кнопочки конкретную табличку свернуть или развернуть. И это бывает важно для контроля того, что мы, например, ничего не пропустили, ничего не испортили, то есть все ли платежные поручения попали в движение по банку и так далее. И очень информативный и хороший отчет это сверка банковских выписок. То есть это позволяет проверить насколько у нас соответствует то, что мы загрузили из клиент банков разных и соответствует ли это тем, что провели. Потому что видите, вот например, начальный остаток у меня минус 155 тысяч. Это понятно, что я где-то так схалтурила, что мало не покажется. То есть на самом деле я вижу документы, которые у меня отражены, то есть проведены по выписке и вот здесь вот в этом блоке я вижу то, что у меня в файле. То есть если в файле для загрузки у меня обнаружили какие-то расхождения, то я и здесь увижу. Например, у меня поступление 3 миллиона, а проведено 2,5 миллиона. Значит, что-то у меня было неправильно и конфигурация не провела поступление денежных средств на какую-то конкретную сумму. Так. Вот так. И еще один отчет, на который мне хотелось бы обратить внимание, это отчет свободной остатки кредитных линий, потому что этот отчет достаточно востребованный и иногда вызывает затруднения у бухгалтеров. Значит, если мы выводим этот отчет, допустим, на текущий день, если у меня есть кредитная линия с определенными траншами, то бывает проблематично отследить, сколько у меня остаток от этой кредитной линии, сколько я могу дополнительно запросить в банке транши. Как вы видите, получается вот такая табличка, то есть лимит договора, то есть, например, у меня возобновляемый лимит, по договору я 250 миллионов имела, получила я только вот столько, значит, я еще могу использовать вот такую-то сумму. И настройки, которые мы можем задать в этот отчет, у меня есть обычные настройки штатные, есть расширенные, то есть, если расширенные настройки, я могу дополнительно задавать какие-то фильтры, допустим, вот на начало, на конец периода, в этом случае я буду видеть обороты, и, собственно говоря, дополнительно играть оформлением, структурой и так далее. То есть, если я изменила что-то, то закрыть и сформировать, у меня сформируется уже в другом формате. Так. Нет, нам не надо сохранять отчетность. Ну, в общем-то, в отношении платежного календаря отчеты нам доступны, которые есть через календарь, мы можем отмечать естественно планировать поступление денежных средств, поступление кредитов и так далее. И, собственно, основное, что нас в этом в работе с платежным календарем интересует, это чтобы избежать кассовых разрывов. Снова возвращаемся с вами в платежный календарь, казначейство, платежный календарь. И, значит, здесь что мы с вами можем еще для того, чтобы предотвратить кассовые разрывы. То есть, если мы с вами ну, например, овердрафты или вот выберем с вами овердрафт. По настройкам смотрим, что мы задали с вами, какую настройку выдали. Допустим, вот так. Овердрафт мы с вами выбрали, что нам показывать. и активизируем выводить только кассовые разрывы и выводить пусть будут дополнительные сведения. Когда мы сделали с вами вот такую настройку сформировать, вот что у нас получается. То есть, у меня есть просроченные какие-то операции. Ну, естественно, я их увидел, поскольку у меня в моем примере просроченные не участвовали, у меня не было здесь движения, то у меня вот такой график получился. Если я уберу выводить диаграмму, то, естественно, у меня получается более компактная табличка. если я не буду выводить о валюте, то у меня получится таким образом. То есть, я могу допустим выводить только оставить вот таким образом и выводить только кассовые разрывы ну или дополнительные сведения. значит, это мы с вами можем сделать на закладке настройки. То есть, на закладке настройки мы можем с вами получать в графическом виде тот отчет, который нас интересует, то есть, в соответствии с теми настройками, которые мы с вами задали. то есть, если я делаю дополнительные фильтры какие-то выставляю, то у меня естественно будет здесь в соответствии с фильтрами. Сейчас у меня фильтры здесь не установлены, поэтому я вижу в целом общие данные. Ну, собственно говоря, вот таким образом платежный календарь нам позволяет и моделировать, и работать с конкретными заявками. Напомню, что если у меня попадают в платежный календарь заявки согласованные, и я могу вывести сюда несогласованные, и соответственно заявка у меня попала, я ее вывела, например, в реестр с руководителем, например, с финансовым директором, я этот реестр согласовала, и после этого на эти заявки я могу сделать одной кнопочкой создать платежные документы, и соответственно у меня по этим заявкам сформируются платежные поручения для выгрузки в клиент банк. Значит, в этом случае реестр платежей у меня соответственно создается, и выгрузка в клиент банк у меня уже происходит вот в этом режиме, то есть режим банк безналичные платежи, и соответственно из платежного календаря у меня формируются платежные поручения для выгрузки, например выгрузка в банк, и соответственно я буду видеть у меня отмеченные счета, по которым будет идти эта выгрузка, и у меня есть возможность работать с сервисом 1С Директ Банк, то есть я если не использую сервис Директ Банк, то у меня соответственно отмеченные платежки по конкретному банку, и я нажимаю могу вывести список, и соответственно когда у меня выгружается все в Клиент Банк, я могу уже там подписывать через электронную подпись, через токен, и эти документы у меня уже будут конкретно в банке на оплату, а могу использовать Директ Банк, это дополнительный сервис 1С, подсчитать поподробнее про него можно по ссылке, то есть это напрямую взаимодействие с банком, минуя клиент банки, у нас есть список банков, которые работают по этой системе, так, мы это закроем, нам сейчас это не надо, это просто для того, чтобы была возможность подключить этот сервис и, собственно говоря, выбрать организацию, которую вы хотите подключить, и выбрать банк, который вы хотите подключить, в этом случае мы просто экономим время на работе через выгруженный файл скриент банки, так, мы с вами вот это сейчас закроем, и, собственно, безналичные платежи, естественно, уже пройдя все дополнительные согласования, у нас с вами попадают в выписку, и в этой выписке мы можем с вами посмотреть сверку, то есть это один из тех отчетов, которые мы только что смотрели с вами через меню казначейства дополнительные отчеты, вот сюда она выведена вот в таком же формате, и я могу сверить, что я здесь накосячила, если у меня не проводятся какие-то какие-то записи из выгруженного из клиента банка файла. На этом мы с вами переключимся опять на слайдики наши. Ну и, собственно, как заключение можем сказать, что платежный календарь практически это изюминка, которая у нас есть в управлении холдингом, и в отличие, допустим, от ERP-шного клиент банка у него гораздо больше возможностей по, например, прогнозному планированию мы работаем с документами, которые прогнозируют движение по ценным бумагам, по каким-то дополнительным платежам, то есть очень комфортный режим для, особенно для финансовых руководителей. А мы с вами, к сожалению, наше время уже вышло, мы возвращаемся к начальной нашей заставке, где контактные данные расположены. И я хотела бы еще раз их напомнить, то есть наша электронная почта, наши телеграм-контакты, вот они, и адрес нашего сайта. Мы благодарим вас за внимание, за время, которое вы нам уделили. Надеемся на сотрудничество, будем очень рады обратной связи. А на этом разрешите вас поблагодарить за внимание и пожелать вам хорошего дня. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин